С вами Симона и мы с вами возвращаемся в Хогвартс и нам сказали тут, что нам надо какую-то книжку припереть и нам надо идти назад, чтобы потом опять вернуться вперед. Что это за место? В смысле ты же уже поняла. Это зал картографии. А мне наверх, извините. Я думала, что мне вниз. Выйти. Это был зал картографии. Господи, реально это сложно сказать. Зал картографии. Это был зал картографии. Да, это реально сложно. Это у меня будет. Это будет моя новая скороговорка. Короче, мы сейчас должны пойти взять у Фига эту книгу. Мне удалось найти страницы и зал картографии. Зачем мне книга? Ты глупенькая что ли? Тебе же объяснили. Надо ее поставить туда. Понимаешь? И тогда там он что-то там сработает и он с тобой будет разговаривать. А без книги иди нафиг. Без книги тут с тобой никто совершенно разговаривать не собирается. А может можно было летучим пламенем опять куда-то прийти? Ну, может мы что-то интересно найдем по пути. Снова в Хогвартсе. Интересно, когда вернется профессор Фиг? Я ведь обещала ему не забывать про учебу, пока его не будет. Но мне столько всего нужно успеть, пока он не вернется с книгой. Слушай... А, задание завершено. О, 12 уровень! Даже залагали мы от радости. Да как эти замки? Почему никто? Никто мне до сих пор не объяснил. Так. Статуя спящего дракона. Девиз Хогвартс согласит. Дракодермиенс Нункуам Титиландус Что означает, никогда не щекочи спящего дракона. К счастью, этот конкретный спящий дракон сделан из камня, и поэтому никогда не проснется. Его можно спокойно пощекотать, без каких-либо последствий. Чего? Депульс это значит, чтобы двигать предметы и расталкивать противников, вполне необходимые задания... Знания. Необходимые какие-то знания. Мы должны расталкивать каких-то врагов. Почему они прям сразу нас готовят к бою? Они прям знают, что мы точно мракоборцем будем или что? Урна с прахом. Что еще поставить в школе, блин, в коридоре? По слухам, на этой урне когда-то была надпись. Основоположник науки об украшении драконов. Не следовало начинать с венгерского хвосторога. Да, не повезло, действительно. А что вот это такое? Ничего. Так, мне надо как-то попасть наверх. А, я-то думала уж эта дверь не работает. А теперь вниз. Так, короче, все. Я это все видала в гробу и в белых тапочках. Мы сейчас этим... Мы причем где-то вообще рядышком прям находимся-то. Лужайка для полетов на метлах. А мы сюда не можем. Какие полеты на метлах? Мы что отслеживаем вообще? Что происходит? Задача профессора Шарпа нам нужна. Посетите урок поля... А-а-а! Блин! Нет, давайте сначала Депульсу выучим. А потом пойдем на лужайку. Мы здесь были, да? А-а, блин! Раздоб... Раздобутие... Фокусирующее зелье. Испытайте его в деле. Так это же мне куда тогда надо-то? А это мне тогда надо-то... Да почему полеты на метлах-то, я не могу понять. Ты будешь отслеживать мне то, что я хочу? Здрасте, договорились. Секретные комнаты. Выручай комнаты и зал картографии. Ага. Это, конечно, очень здорово. А почему мы не отслеживаем мне задание профессора Шарпа? Просит меня. Также попросил протестировать в деле фокусирующие зелья. Я знаю, что сами зелья и рецепты можно найти в магазине. Мое руководство не сможет указывать путь. Но сама карта все равно может оказаться довольно полезной. Это типа в Хоксмит тогда надо, да? Да ну и его в пень. Тогда пойдемте летать на метле. Шикарно. На это надо назад. Опа. Ну и тут привидение. А мы ночью ходим по замку. Это никого не напрягает? А тут все ходят. Вы посмотрите. А что? Ага. Ага. И сейчас мы поспим рядом с метлами, короче. Да, нет? Другое. А, вот сюда. Поспим на траве, пока не начнется занятие. О, вставай. Так посмотрела, блин. Как будто я твою маму съела. Ну, уберите метлы и начнем урок. Ой, там стоит уже выпендривается. Мистер Клоптон, не отвлекайтесь, пожалуйста. Простите, мадам Кагава. В наших рядах сегодня пополнение. Познакомьтесь. Хелло. Цель сегодняшнего урока – напомнить вам, что маневры на метле не должны приводить к печальным последствиям. Метла – это в первую очередь средство передвижения. Как раз об этом некоторые любят забывать. На моих уроках вы не будете учиться пикированию, бочкам и мертвым петлям. Более того, подобные маневры запрещены. Давайте оставим их профессиональным. А теперь давайте посмотрим, сколько времени вы уделили тренировкам на каникулах. Мы вообще не уделяли. На всякий случай напомню. Вам нужно встать рядом с метлой, четко и твердо сказать «вверх», а затем усесться на метлу верхом. Окей. Теперь ваша очередь. Ты дурацкая школьная метла. Вверх. Оп. Ничего не дурацкое, хорошая метла. Перекиньте одну ногу, чтобы с обеих сторон метлы было по одной ноге. Без глупостей, боком не сидеть, как в дамском седле. Уроды. Малолетние. Опа. Ты моя хорошая. Если услышите мой свисток, когда будете в воздухе, сразу же приземляйтесь. Продеземляйтесь. Так. Хорошо. А теперь задание первого урока. Пролететь через каждое кольцо во дворе. Ага. Ой. Сейчас башкой ударимся. Жаль, что у меня нет своей метлы. Да мы купим. Это потрясающе. Ооо. Хорошо, держите равновесие. Отлично. Вижу, вы уже привыкли к своей метле. Посмотрим, как вы справитесь с более сложным заданием. Приступим. Давай. Что надо сделать теперь? Следующей группой колец отмечен более сложный маршрут. Да, как бы... Ну, ладно. Окей. А, чтобы двигаться быстрее, надо shift. А, надо куда-то дальше лететь. А-а-а-а. Блин, это так прикольно. Крикольно. Опа. Фига ты там втопил. Конечно, блин. Все вы-то учились с первого курса здесь. Я-то вообще лох. Это вам не ховерборды. Над водой можно летать даже. А, это ты быстро летишь? Так, я думала, это ты уже замедлилась. Блин, нет, это круто. Это очень круто. Я прям... А, я думала... Подождите. На этот, второй дубль. Я думала, это большое кольцо. А, типа, я считаю, уже перелетело. Какая-то странная фигня. Наш местный житель подводного мира. Чего? Б. Безопасность в школе. Опа. Опа. О, у меня получилось. Надеюсь, хоть кто-то оценил. Я оценила. Я за тобой вообще все время смотрю. Весьма недурно. Есть минутка. Что случилось? Здорово. Это что, коптер летит? Наверное, птица просто. Я смотрел, как ты летишь сквозь кольца, по-моему. У тебя неплохо получается. Даже на чахлой школьной метле. Мне показалось, ты готова к чему-то более сложному. Но я забегаю вперед. Мы толком не познакомились. Меня зовут Эверт Клоптон. Подозреваю, ученицу Гриффиндора вроде тебя могут заинтересовать в приключении высоко в воздухе. Я прав? Да, поехали, чё? Я от такого сложно отказаться. Что ты задумал? Небольшую экскурсию, так сказать. За мной. Полетели, девочки. Где ты? А, вон ты где. Сейчас мы полетим над двором трансфигурации. Куда ты летишь, ты, етить-колотить? Я надеюсь, что главный мастер не будет утром сегодня. Ты не понимаю, ты снижаешься или ты вверх летишь? Нам сказали, финты запрещены. Ты, блин. Ой, ой. Впереди ты можешь видеть сады. Фига себе. Какой Эверто выходит лететь так быстро? В натуре. Полезный совет. Чтобы резко ускориться, наклонись вперёд. Это поможет, если нужно будет... А, совсем другое дело. Да, это называется... Этот... Я как-то забыла, как это называется. Это законы аэродинамики, по-моему, называются. А вот и знаменитый мост. Только подумай, сколько магии его держат. А там... Святник, здоровенный, правда? Сразу и советы и экскурсии по Хогурту. Отличная прогулка, Эверит. Понятно. Ты чё? Это свисток Кагавы. Пора заканчивать с экскурсии. Окей. Мы как Наруто просто вообще летим. А если бы мы не снизились, что-то тогда было. О! Прикол. Ты чё, не спускаешься, сказали, надо вниз, когда вот это всё. Ты чё, особое приглашение надо? Так-так, а где же вы двое пропадали? О, здравствуйте, профессора. Мы тут решили немного потренироваться. За нарушением моих указаний каждый из вас будет лишён призовых очков. Мистер Клоптон, я разочарована. Вы вынуждены посещать мои занятия, потому что до сих пор... Потому что до сих пор не умеете уважительно относиться не к своему тлению и даже к себе. Но, профессор, довольна. На сегодня урок окончен. Всё, кыш. Я уверен, что я не могу. Обязательно сходи к Албе Уикису в круголётку в Хоксмите. Буду ждать, когда ты... Ты чё, охренел? Зачем вы так быстро разговариваете? Так, всё, полёт на мётлах завершён. И это прекрасно. И это прекрасно. Теперь надо как-то понять. Нам Депульсу надо выучить. Так как раз вот в Хоксмит мы пойдём и за зельями, и за мётлами, и за всякой остальной фигнёй. Почему я сразу карту не открыла? Нам нужна карта мира, и нам надо в Хоксмит. Да. Да. Флянты и свитки. Круга... Как он сказал? Круга... Круговерть. Круга... Круга светка. Не понял. Сказал же в Хоксмите. Старый кто? Старый глупец. Кабанье голова. Фолианты и свитки, это мы знаем. А, вот, круголётка. Вот сюда. Я не забыла о нашей затее с библиотекой. Удалось продвинуться. Если хочешь позаниматься запрещенными заклинаниями, жди меня возле кабинета защиты от тёмных искусств неподалёку. Есть одно место. Слушайте, это... Кадрит нас, или что? А, я иду вообще не в ту сторону, кстати. Ну, сбил меня. Вообще. Идти... Пожалуйста, приходите в коридор седьмого этажа как можно скорее. Я знаю, как помочь вам сосредоточиться на учёбе. Подальше от посторонних глаз. Подождите, а мне что, металла не нужна, что ли? Или нужна? Сейчас, мы сейчас добежим. А зачем мы бежим? Там же был, по-моему, летучий порох. Да, спасибо, что напомнила. Что у нас здесь существует... Э! Летучий порох. Куда? Ну вот, сюда переместимся. Чё мы, зачем нам бродить, ходить 15 лет? Я хотела подсказку, прочитать не успела. Используйте капслок, чтобы сделать привязку. Это я знаю. Это я уже знаю. Мне, кстати, в какой-то подсказке было написано, что надо... Что надо использовать вот эти тапы. То, что у нас, видите, где взрывающаяся капуста у нас там какая-то. Это же может реально в бою помогать. А я забываю об этом. Здравствуйте! Дайте метлу, пожалуйста. О, новое лицо! Чудесно! Здравствуйте, мистер Уикс. Алби Уикс к вашим услугам. Добро пожаловать в Круголётку. Прошу прощения, если вы приходили раньше, но не смогли сюда попасть. Моя лавка закрыта из-за потери торговых путей. Мне пришлось ехать в Лондон, чтобы встретиться с поставщиком. И я только вернулся к счастью, не с пустыми руками. Полагаю, вы подыскиваете себе новую метлу? Дэй, у меня есть несколько редких, чистовых, это же читать не буду. И пряди ветра, какой вы метлу вы не выбрали, вы останетесь довольны. Они все исключительно как по качеству изготовления, так и по характеристикам. Спасибо, я смотрю, спасибо, что уделили мне время. Это проблемы с торговыми путями вынудили вас закрыться. И что, если вы, что еще вы можете рассказать о метлах? Да, кстати, что за проблемы с торговыми путями? Вы сказали, что вы должны были вынуждены закрыть круглодетку. Дела идут неважно, привычным торговым путям больше нельзя пользоваться. Очевидно, на дорогах орудят преступники, угрожающие. Оседлав метлу, можно попасть практически куда угодно, миной опасности. Но попробуйте полететь с новыми метлами за спиной. Ну что, ладно, вернемся к делам, если вам... Да господи! Почему английский такой короткий язык? Похоже, у меня огромный выбор метилл, с вашего позволения. Я осмотрюсь. Они какие-то слишком вежливые вообще. Так, мы ищем метлу. У меня вон сколько денег, а они все одинаково стоят. Тлеющий порыв. Идеальный метл для тех, у кого вспыльчивый характер. У меня вспыльчивый характер. Подручный говорит, что да. Так, заколдованная метла, которая демонстрирует вашу привязанность к родному факультету. А, она потому что называется... А, метла факультета Хогвартса. Интересно, подождите. Это метла из ясеня, как моя палочка. Изготовлена очень искусно, что придает ей невероятную устойчивость. Прядь ветра, стильная метла с ярким элементом, в буквальном смысле. А это тетисовый ткач. Удобная и быстрая метла с уникальным полиционным дизайном. Короче, я, наверное, вот эту устойчивую возьму. Вы будете в восторге от этой метлы, обещаю. Да я к тебе верю. Спасибо, что зашли. Безусловно, по сравнению с тренировочными метлами, на которых вы летаете во время уроков Мазам Кагавы, любая другая покажет достижениям техники. А вы, кажется, заинтересованы в несколько усовершенствованных моделях. Я вас слушаю. Ха, я знал, что не ошибся в вас. Думаю, на небольших высотах вас вполне устроят летные характеристики любой метлы. Зачем ты мне рассказываешь? Но, возможно, вы замечали, что если подняться выше, возникают колебания скорости. Уверен, что могу решить эту проблему. Мне пришла в голову парочка идей для зачарований, назовем их улучшений, ями, благодаря которым можно будет повысить что-то там. Поэтому мне нужен доброволец, который испытает метлу в полете и поделится опытом, чтобы я могла довести ее там что-то. Другая одна, Эмиль Дорис, используя заброшенные маршруты гонок на время, собрать на девушках. В такой ситуации можно собрать статистику полета. Если победите в соревновании на лучшее время, приходите ко мне и расскажите, как вам метла. А если я не победю, что тебе неинтересна моя информация? Тогда я смогу доработать первое улучшение. Что скажете? Я вообще ничего не поняла. Нахрен ты мне это сказал? Зачем ты мне расскажешь про характеристики метелка? Я уже купила метлу. Надо было до этого рассказывать. Что ты пристал ко мне? Отстань. А у меня нет другого выбора. Кажется, это интересно. Сделаю все, что смогу. Благодарю, оно вам точно пригодится. Если я прав, новое улучшение позволит усовершенствовать метлу во всех отношениях. Еще я предлагаю хорошую скидку. Да я уже купила метлу. Ты издеваешься, что ли, надо мной? Отстань, пожалуйста. Оставь меня в покое. Все, давай уйдем. Он какой-то... Это ты вообще... Приставучий. Что ему надо от нас? Вот еще что-то я ничего не поняла с теми ячейками. Что с ячейками? Рвение восхищает. Не знаю, меня раздражает. Он задолбал. А что вот это такое за вот это у меня появилось? Какой-то зачеркнутый гиппогриф, как будто бы. Что это такое? Что это значит? Нет, это неправильно ты показываешь. Это ты показываешь мне в замок. Летные испытания? Нет. Нет, никаких летных испытаний. Мне надо пойти... Вот, в зелье этого. Пепина. Нет. Пепин. Где он? Где он? Шапка. Не понял. У меня же это было уже... А, вот это, наверное, да. Вот. А, ну как раз вот и указано. Что такое следуй за бабочками? Поговорите, что? С Крементьейной. Почему я должна разговаривать с Крементьейной? Так, ладно. Мы просто пойдем вот сюда. Ты что-то мутит, стоят. Сразу видно. Сразу видно. Что-то замышляют. Ой, я чуть не пробежал мимо. Здорово, Пепин. Купить. Подожди, знать бы, что ты можешь для меня сделать сегодня. Пиявочный сок. Козявки, тролля. Костя, нахрена вы все это собираете? Вы что, смотри. Это продать. А, вот, наверное. Ни хрена себе это стоит все. А что они мне задания дают, которые я не могу выполнить? А почему? Это... Блин, нахрена я металлу купил тогда? Ой, а можно я вам что-нибудь продам? Смотрите, что есть. Шляпка есть. Хотите? Забирайте. Блин, ну я же не могу все продать. Вот очки, пожалуйста, забирайте. Мне не надо. Вот это все какие-то... Блин, превосходный. Но при этом почему-то плохая защита у него. Ладно, давайте вот этот... Хорошо подобранный. Легендарный. Нет, шапку я не отдам. Пижаму забирай. А, очки тоже забираем. Мы, в принципе, хорошо видим. Шарф можно. Манчу не отдам. Этот шарф мне тоже нравится. Иди в пень. И что, у нас теперь хватает на вот это. Рецепт зелья, который в течение ограниченного времени увеличивает урон. От заклинаний выпившего. Хм-хм. Ну вообще он хотел... Что? Он профокусирующее хотел. Это мне надо полторы... Почти. 1200. 1200 и мы вместе. Блин. Не, братан. Не сегодня. Хорошо. Хорошо, ладно. Мы тогда... Мы тогда сейчас... У нас там была куча других каких-то заданий. Вообще, кстати, если так нужно много денег, прям всегда, почему... Не давать тогда деньги за выполнение заданий? Почему нам дают такой опыт сраный? Я бы не отказался от денюжек. На самом деле. И мы бы спокойно как раз... Ой. Спокойно бы все свои нужды... А что, я не понял? Ой, короче, давайте просто здесь. Я опять запуталась в этой карте непонятной. Вот. Короче, мы бы так спокойно все свои потребности покрывали бы. А то вообще... Интересные... Интересные дела. Нам, значит, преподаватели дают задания, на которых мы должны сами тратить свои вот эти кровные денюжки. Блин, женщина, зачем ты под ногами у меня бегаешь? Почему они в форме этого... Как его зовут? Квидича. Запретили, Квидич. Все, раздевайтесь. Ну, в смысле, переодевайтесь. А что, никого нету? Все, наверное, на уроках, в отличие от нас. Одни мы ходим, бродим здесь. Я за вами слежу. Ой. Точно, я думала, что мы сейчас с вами будем ходить по этому... По основному заданию, по сюжетному. А у нас же фиг уехал. Поэтому фиг нам, а не сюжетное задание. Поняли? Почему все так далеко располагаются? Себастьян етить-колотить. Или мы не к Себастьяну идем? О! А-а-а! Сюда! Вот, наконец-то мы с ним поболтаем. Себастьян, давно не виделись. Действительно. Хорошо, что мое сообщение тебя достигло. Мне нужно тебе кое-что показать. Прежде всего, хочу поблагодарить тебя за твой поступок в библиотеке. Конечно, Бирграмм пыталась меня наказать, но я умею выкручиваться из подобных ситуаций. А ты взял вину на себя, это дорогого стоит. Получилось найти искомое? Да, но кое-чего не хватает. Я не уверена, что нам стоит обсуждать это здесь. Я согласен. Давай продолжим наш разговор в крипте. В крипте? В биткоине? Что происходит? Сюда, пойдем. Веди, мой рыцарь. Здесь тайный проход. Он отлично замаскирован. Ой, слушайте, везде висит эта картина. Опа. Крипта так и написано. Войти. А что за заклятие ты сказала? Я не понял, а он с нами не пойдет? Как ты нашел это место? Мой друг, Оменис Кра... Мы здесь когда-то играли в плюй-камни с моей сестрой Анной. Она пожаловала эту проклятую игру. Я бы все отдал, лишь бы ей еще разок проиграть. О, предупреждаю, я поклялась, что буду хранить это место в тайне. Так что прошу, пусть это останется между нами. Ты очень закрытый, но мне доверяется для нашего знакомства. Не хотелось бы придавать его доверие. Мы ходили сюда почти каждый день, и нас ни разу не поймали. Сейчас, подожди, я обворую вас, потом будем разговаривать с тобой. Наверное, все-таки имеются в виду ячейки именно вот этих вот одежи вот этой. Все, ты закончил тираду свою. По-моему, мы с Оменисом виделись на уроке зелени варенья или травологии. Я заметила, что палочка помогает им ориентироваться в замке. Да, только я не представляю, каким образом. Оменис врожденная слепота и не одно за... Его палочка, кажется, обладает собственным разумом. Впрочем, меня это не удивляет. Талливандр всегда повторяет, что палочка выбирает волшебника. Это она помогла ему найти это место? Нет, ему кто-то из родных сказал. У Мраксов полно всяких тайн. Я никогда не слышал ни от кого другого. Никогда больше... Никого здесь больше не видел. И ты никому не говори, что была здесь особенно Оменис. Он не питает теплых чувств к членам своей семьи и их секретам, но это место ему по-стоящему дорого. Хорошо, но почему Оменис не питает теплых чувств к своей семье? Его родственники со стороны отца, прямые потомки Салазара Слизарина, одного из четырех основателей Хогвартса. Они одержимы чистотой крови, но во всяком случае, большинство из них. Оменис их не выносит. В общем, крипто идеально подходит для того, чтобы спрятаться с посторонним глаз и даже попрактиковаться в запрещенных заклинаниях. Правда? Каких, например? Можно попробовать взрывающее проклятие. Предпредаватели считают, что оно не для учеников. Что за чушь? Кажется, это правда опасно. Ну, знаете, не опаснее, чем этот, который просто воспламеняющий. Я так думаю. Хорошее магическое образование должно включать все виды магии. Я полностью согласен. Такие заклинания, как Конфинго, опасны только для неумелых волшебников. Не нужно ничего запрещать, надо просто учить, как это делать. Честно говоря, я предпочитаю магию, связанную с огнем. Но тебе стоит освоить его. Я научу тебя. Спасибо. Не торопись. Здесь нужна привычка. Повторяя за мной движение палочкой. Само заклинание Конфинго. Что ж, ладно. Офигеть, первый раз нас научит не преподаватель, а ученик. О, нифига, тут и F, и пробел, и про кнопку мышки. Все окей. Э! Оп. Хищникой довольна, думаю, хорошая. У тебя облачается. Доброго шоу в деле. Сейчас взорву тебе пукан. Пастик, янеков. Так, давайте сначала мы его. О, точно мы же себе сделали новый этот комплект. Зачем я запихал сюда вот это? Это мне сюда не надо. Я вот это выучила же. Так, а как теперь это менять? Я забыла. Я забыла, на что нам нужно так. Ой, уходим. Оно сейчас взорвется. Я нечаянно нажала. Беги! Странная какая-то хрень, почему она не взрывается. Так, подождите, как мне открыть другой комплект? И там как-то было написано, я забыла. В талантах это где-то было, по-моему. Та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та. Ключевые. Вот этот. А, F. F1, F2. ой f а f4 получается нет чё происходит а мне их а вот а их можно прям 4 просто сделать поэтому 4 написано f1 f2 f3 f4 а сейчас пока f1 ого вот это поворот а что мне надо взорвать я все взорву поехали что вот это надо молодец как идет этот ход малость жарковато ага кажется получилось круто спасибо надо признать мне понравилось брови опалили когда только начали заклинания хотелось бы на это посмотреть я думал нам никогда про это забыть не дадут но в этом заклинание до сих пор и что-то притягательное это даже слишком мне бы выучить побольше таких вот мне бы побольше такую магию мне хотелось изучать тебе предстоит узнать еще много интересного годами я осваивал здесь подобные заклинания даже анна и оменис знают об этом далеко не все давненько я не приходил сюда без анны здесь совсем по-другому очень жаль твою сестру хотелось бы мне чем-то помочь нет а может поедешь со мной когда я следующий раз отправлюсь домой видимо познакомишься с анной может удастся ее мазь подбодрить у нас в офисе он нас зовет с родителями знакомиться ну ты вообще блин пикапер давай встретимся только скажи когда анна так скучает по хогвартсу она вынуждена оставаться дома с нашим опекуном дядей соломоном увы с ним тебе тоже придется познакомиться знакомство с новой ученицей как раз то что ей нужно отлично кстати о чем тебе не хотелось говорить со мной в зале даже не знаю с чего начать по твоим словам находки из библиотеки чего-то не хватает это как-то связано с руквудом он ведь вовсе не принял тебя за кого-то другого в хоксмите правда вижу тебя не проведешь ладно расскажу тебе что могу руквуд и ран рок считают что у меня одна вещь из сейфа в хогвартсе и пытаются ее вернуть а из гринготс мы с профессором фигом очутились там после нападения дракона попали через портал кучки а портки через портал гринготс но это немного запутанная история я тебя внимательно слушаю я пока не могу рассказать тебе все я расскажу тебе правду блин а вдруг он а вдруг он жулик ну типа вдруг он такой специально в доверие втирается чтобы потом нас подставить но вдруг он же слизерин это же не значит что все слизеринцы гадючки нет нет не знаю вообще ему как-то хочется доверять как будто такая вот такая доверчивая давайте ему расскажем всю правду никто же не слышит мы ему скажем что типа это секрет никому нельзя рассказывать вот он про эту комнату нам же рассказала мы ему расскажем про вот это вот все да да обещай что это останется между нами я же рассказал тебя по тайной крипте тоже можешь мне довериться но хорошо скажу я вижу следы древней магии древней магии не знаю чего именно я ожидал уж точно не этого что это вообще за древняя магия честно говоря толком и не знаю я могу различать шопы древней магии которые не замечают другие мы с профессором фигом думаем что ран рог научился каким-то образом использовать эту силу хочешь сказать что гоблины способны владеть магией волшебников именно это и мы пытаемся выяснить эти твои способности благодаря им ты тоже можешь использовать эту магию я даже не знаю что ж сообщи когда узнаешь я давно занимаюсь изучением архаичных форм магии может вместе мы разберемся а пока не помешает уделить немного времени взрывающему заклятию раз уже за тобой охотиться рук в утром рог в натуре сможешь оставаться здесь только сколько нужно и помнить никому не рассказывая об этом месте а ты кому не рассказывай про это в смысле мы чтобы вместе поедем сюда так сразу нас продинамил можно сказать мы тебе секрет выведали а ты это чё лифт привет себастьян подожди ой эй ты я тебя слышу о привет ты омнис да кажется мы вместе ходим на зелье варенье и ты что только что вышла из крипты как ты туда пробралась ну давайте не будем его полить она мне случайно попалась эта комната называется крипто она в этот странный проход случайно занесло не времени никого не может завести сюда случайно это себастьян тебе рассказал скажешь кому-нибудь хоть слово об этом месте и даже твой драгоценный профессор фиг тебя не спасет мой отец дружит с директором я не постесняюсь использовать свои связи если понадобится окей вообще-то не нужно угрожать не нужно мне угрожать я не скажу ни слова про твою крипту и себастьян хороший друг не надо сразу думать о нем худшие меня не интересует твое мнение о моем самом давнем друге спасибо большое он из я просто я знаю что ты хочешь сказать себастьян уже и так вляпался обойдется без твоей помощи ну какой ты гнида ну блин какой ты говню чела я все туда буду приходить специально и бесить тебя понял и буду еще там записки тебе оставлять хочу спросить не может ли ты помочь мне с небольшим проектом нет я ищу что-то другое выручай комната вернитесь с профессором вуизли вот мне туда ой а все понял я не буду с вами разговаривать со всеми вон меня один слезрениц уже выбесил все остальные теперь все я не разговариваю у меня лимит общения исчерпан с этими с школьниками я иду общаться с заместителем директора понятно я вообще тут важная шишка он мне будет своими связями угрожать вы слышали я тебя древней магии вообще раздавлю ты видел чё с пауками делала ты видел ты хочешь ты хочешь с угроз начать наше общение ты хочешь чтобы я тебе начала угрожать ну капец тебе блин тоже мне прям выбесил зачем себастьян с ним дружит ой а может быть я теперь могу и наверное нет кто здесь орет пивс что ли что происходит а кто здесь кричал не пойму профессор уизли подальше от посторонних глаз вот эта пустая стена она не просто так пустая опа заходи чё ты стоишь простите меня задержал директор и мэрлинова борода я гляжу вы зря времени не теряли прекрасно идем после вас профессор какая галантная девочка воспитанная господи между данными вы можете определить новое снаряжение продать лишнее это мы знаем это мы знаем что это за место это выручай комната она появляется только когда очень кому-то нужна обычные ученикам случая ученики случайно ходят эту комнату впрочем удается это немногим я собираюсь рассказать как ее собрался сказать как ее найти нужно пройти мимо той части стены думаю о том что вам очень нужно но вам удалось самостоятельно отыскать комнату давайте я расскажу вам о ней пока я здесь ну и где же дик должно быть куда-то ускользнув какой-то такой дик профессор домашний эльф с которым я говорила в классе он мог бы рассказать вам как использовать комнату нет листья не собираюсь я тоже отличный повод научить вас заклятие эванеска шо это такое используйте эванеска чтобы заставить предметы например эти стулья или прочие вещи в комнате исчезнуть сперва отработайте движение баночкой а затем уберите эти стулья окей ой нифига себе нифига себе тут у нас ставочки то повышаются постепенно все все круто я все сделала так нет 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 вот сюда надо было а а сюда вот это смотрите у вас появился лунный камень похоже и позже я расскажу вам для чего он нужен надо выдавать учета не идешь за мной во имя мэрилина где этот эльф натуре неужели это боже мой мой старый школьный портфель а я столько искала его не могу поверить что он все это время был здесь фига себе я быстренько взгляну вы пока сами тут осмотритесь а потом поищем дико хорошо и с профессор хорошо профессор ой зачем ага опа так типа мы как бы получается расщепляем эти предметы собак что ли чем только не держит в этом хогварте просто ужас это совсем совсем небезопасно подождите нет это не надо было делать а туда теперь можно пройти нет нет нельзя а зачем тогда это вообще чайку попили может он здесь вообще десяти лет стоит эта чашка зачем ты пьешь надеюсь ничего не обвалится да я тоже надеюсь толковая куча железа так пострижем куст это очень важно чтобы здесь было красиво уютно комната решила что мне нужно помыться обидно вообще-то а тут комната что решила да будьте здоров господи что происходит ух наточил я свой топор ухты какая красота можно мне нет нельзя я думал их можно как-то привлечь к себе типа как здесь может пройти хоть хоть что-то крупнее дымового эльфа да никак а кто-то разве сказал что здесь должно быть что-то крупнее дымового эльфа что это было где неужели это золотой снич советую собраться с мыслями и выяснить тяще никто не спрашивал умничаешь там на своей этой картине у а деньги деньги денежки денежат я не понимаю зачем вот эти нужны эти ящики в которых ничего нет а видимо можно о полезном а здесь ничего полезного зачем нам было вообще сюда попадать тогда как странно как все здесь странно в этом вашем хокварте а где золотое сничество не пойму так а я могу здесь и вот это вот нет него вот понял будешь умничать так и так будет с каждым понятно а а если я взрывающее сделаю вот это вот вот так это мне не поможет надеюсь домашний эльф сможет ого это опять следы какой-то древней магии что здесь происходит а вот я нашла его вон он в ящике сидит маленький господи лохматый ай осторожнее а вот и вы минутку дик сейчас к вам спустится кряхтит здравствуйте дик мы тебя искали дик просит прощения профессора визли он смотрел что нового появилось в комнате с прошлого раза так это и есть та самая ученица именно для дика честь познакомиться с вами я подружилась диком еще на втором курсе мы вместе нашли эту комнату я рассказала ему о вас мы считаем что эта комната поможет вам в учебе как помогала мне свое время дик будь добр конечно профессор уизли выручай комнате всегда найдется то что нужно ищущему ее местонахождение скрыто поэт поэтому ее нет ни на одной карте обычно ее находят случайно дик видел как ученики которым был нужен пустой флакон для зелий находили вы кажется бывали в ней когда она была комнатой спрятанных вещей да мне нужно было место без посторонних глаз ничего себе это все объясняет мне нужно место где я смогу наверстать учебу и где не будут отвлекать что ж тогда именно этим комната вас обеспечит а теперь сосредоточьтесь на том что вам необходимо просто закройте глаза представьте себе комнату такое такое вы хотите ее видеть остальное она сделает за вас представляй мальдивы представляю мальдивы представляй а это как раз и будет наверное вот эта комната здесь можно будет как это называется ее даже как-то кастомизировать под себя можно будет если я все правильно понимаю вижу вы уже обеспечили себе простор для творчества и бред она все время такая довольная я на нее не могу мне очень любопытно как вы распорядитесь этим местом о похоже в комнате появился стол определение превосходно он позволяет определить свойства незнакомых предметов одежды согласитесь полезно знать на что способна вещь которую вы надеваете вы разблокировали стол определения используйте его чтобы обнаружить любые скрытые магические свойства неизвестного снаряжения которое вам удалось найти ни хрена себе ага вы найдете много предметов одежды свойства которых нужно будет определить так что стол вам очень пригодится хорошо кажется стол определения весьма полезный предмет отлично надеюсь вы будете им пользоваться а сейчас я преподам вам короткий урок колдовства в комнате может не может быть все что вам потребуется да искусство создавать предметы с помощью чар я вас обучу давайте так опа 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 чутенько исчезанию научились отлично для того чтобы создавать более сложные предметы вам понадобится магический рецепт магические рецепты совсем как обычные рецепты они содержат список ингредиентов ресурсов для создания того или иного предмета а ведь приобрели в фольерных свитках магический рецепт с помощью которых можно создавать стол для зелье варенья и стол ага они у меня есть где мне достать нужные ресурсы ресурсы например лунный камень можно отыскать по всему наголью но куда безопаснее и проще их купить а еще их можно получить заставляя исчезнуть предметы выручая комнате избавившись от стульев вы наверняка получили достаточно ресурсов понятно а можно получить потраченные на предмет ресурсы если заставить его исчезнуть да можно вы весьма понятливы почему бы не попробовать создайте стенд для зелье варенья и стол для горшков за такими же столами вы работаете на уроках занимаясь волшебными растениями и изготавливая зелье короче у нас тут в этой комнате будет вообще свой симс наколдуйте стол для горшков а где его наколдовать а надо сначала вот это себе разместить что мы делаем зелье подождите стол столы стал у меня нет никаких столов это не то зелье стенд для зелье варенья ну давайте стенд для зелье варенья я так так давай вот этот ого ну вот здесь пусть стоит хороший а зачем мне второй мне не надо больше а как теперь все мне не надо а и теперь стол для горшков где стол для горшков ага вот здесь с маленьким горшков а вот этот красивый пусть он стоит а как крутить крутить ой нет зачем поставился я не хотел здесь ставить я хотела в другом месте поставить взаимодействовать что у меня есть а бадьян могу посадить о круто а поливать не надо ничего не надо все через 10 минут у нас будет бадьян пока непонятно зачем нам это надо но прикольно дик сможет ответить на все ваши вопросы не пренебрегайте его знаниями мне бы хотелось побольше узнать о дике заклинание трансфигурации можно использовать где угодно кстати заклинание создание исчезновения строго запрещены везде кроме этой комнаты на замок наложены особые чары подкрепляющий запрет иначе мы бы то и дело исправляли последствия чьих то шалости или ошибок но у врача и комнаты есть свои правила окей меня больше ничего не интересует если мне что-то будет нужно я обращусь к дику спасибо ну удачи я побуду здесь немного вдруг вы захотите выучить еще какое-нибудь трансфигурационное заклинание для применения чего-нибудь там короче это прекрасный повод для того чтобы закончить эту серию короче в следующий мы с вами попробуем немножечко может быть по-другому как-то тут все расставить короче да ее по моему можно вот под себя делать и всякое себе тут расставлять и все такое очень полезная прикольная штука а пока подписывайтесь на канал ставьте лайки приснились ко мне в других социальных сетях все ссылочки как всегда в описании всех уже люблю пока пока huge и л а на шутер у и у у правда Продолжение следует...